Добрый день, дорогие друзья, гости, подписчики этого канала. Я рада вас приветствовать. Меня зовут Мила. Приглашаю вас на сегодняшний второй расклад на тему «Мужчина на расстоянии. Что он думает о вас на сегодняшний день? Какие у него мысли именно о вас?» Этот расклад актуален для тех, кто сейчас на расстоянии, кто сейчас, возможно, завершили отношения или в паузе находитесь. Ну и посмотрим мысли, мысли человека о вас. Между этим хочу вас, мои дорогие, поблагодарить за ваши лайки, комментарии, подписки, за поддержку этого канала. Для меня это очень ценно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылку оставлю под этим видео в комментариях. Итак, для начала сделаю сигнификацию вам и сигнификацию мужчине. Конечно, в каких он энергиях на сегодняшний день к вам и вы к нему. Настройтесь на энергию мужчины, это очень важно. Подумайте о нём, представьте его образ. И мы сейчас посмотрим. Ну, смотрите, сразу показывают мужчина. Мужчина у нас очень стабильный, король Пентакли, земная стихия. Но в нём есть какое-то непостоянство. Вот в нём есть какое-то непостоянство. Такое ощущение, как будто человек выбирает свободу. Имея всё, он выбирает свободу. Человек очень умный, стабильный в плане финансов, работа, например. То есть он уже так, состоялся по жизни. Сейчас действительно он как будто думает о каких-то разрушениях. Таких он энергиях сейчас отстранённый. Чувствует какие-то свои лидерские качества. Такое ощущение, как будто он думал о каком-то сообщении, он думал о каком-то последнем разговоре. Сам по характеру человек может быть скуп на эмоции, на деньги, на какое-то проявление, сам себе может быть. Но за ним есть какая-то стабильность. Но он не всем может давать вот эту стабильность. Такое ощущение, как будто человек в одно время осознал то, что для него важна его жизнь и его свобода. Человек идёт по жизни таким, знаете, триумфатором, достигатором. Он всегда знает, что у него всё всегда получается, что он добивается всегда всего нужного, что он имеет блага, он считает, что он может себе многое позволить. В нём есть даже какая-то, знаете, немножко как эгоизм какой-то. То есть он себя считает очень таким достойным человеком, очень гордый такой здесь человек. То есть непростой, очень непростой характером. Вы у нас здесь выходите отшельник. Отшельник — это девятый старший аркан. То есть вы чувствуете внутреннее какое-то одиночество, вы пытаетесь как будто в себе подавить какие-то эмоции касательно этого человека. Вы чувствуете, что у вас есть какая-то внутренняя зависимость к этому человеку, эмоциональная, потому что у вас были очень такие яркие отношения. Казалось бы, что эти отношения невозможно ни с чем сравнить и просто так забыть тоже невозможно. Возможно, вы вступили в эти отношения как в треугольник. То есть, возможно, вы не знали этого. Но если знали, то здесь вот мне показывает явно, что здесь, возможно, был треугольник в этих отношениях. И так как человек выбирает свободу, то есть, возможно, вы хотели какой-то стабильности в этих отношениях, вы хотели какой-то ясности. А получалось так, что он мог приходить, уходить, приходить, исчезать, да, то есть как-то приходить тогда, когда ему нужно, и исчезать тоже тогда, когда ему хочется. А для вас это как-то вот неприемливо, да, неприемливо. И вы сами не заметили, как вы оказались в зависимых таких энергиях по отношению к этому человеку. То есть здесь такое ощущение, как будто вы сейчас закрылись, вы сейчас чувствуете своё внутреннее пространство, в одиночестве находитесь, размышляете, думаете, как будто взвешиваете, где вы правильно поступили, где вы неправильно. Но всегда у ваших мыслях идёт вот такая энергия, да, вот как было раньше, почему он сейчас такой, а раньше он был совершенно другим. То есть у вас идёт какое-то сейчас сравнение, какой человек был и что из этого мы имеем на сегодняшний день. Да, то есть вы пытались как-то выйти к нему на разговор, вы пытались как-то действительно, может быть, поговорить или наладить контакт, но вы как будто себя останавливали. Да, вы себя останавливали. До конца вы эти отношения не отпустили. Не отпустили, и у вас есть это ещё притяжение, к этому человеку, и мысли есть, и как бы маленький шанс вы даёте самой себе, что, а может быть, может, можно будет как-то эти отношения ещё спасти. Да, то есть, а он в шестёрке мечей. А он, знаете, что думает? Он думает, что если я захочу, то она вернётся, и всё будет по-прежнему. У него такая вот немножко эгоистичная позиция. по отношению к вам. То есть, такое ощущение, как будто человек знает на 100%, если он захочет, то он может вас вернуть в любое время. Итак, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Вот его мысли о вас. В каких он энергиях к вам. И, конечно же, его мысли. Трансформация. У ваших отношений сейчас ничего нет. Возможно, и не общаетесь, возможно, на расстоянии. Здесь очень болезненный конец, переживания. Очень казалось бы, что всё, разрушения. И эти отношения проходят очень глубокую такую трансформацию, очень болезненную трансформацию. Закрылись друг от друга. Человек сейчас ощущает какое-то внутреннее одиночество. Один закрылся в своих чувствах, закрылся в своих эмоциях. То есть, он сейчас хочет побыть наедине со своими мыслями. И он считает, что это для него как бы сейчас именно то, что ему нужно. Вообще здесь человек такой одиночка. Сказать, что у него кто-то есть, не могу сказать по этим картам. Карта отшельника говорит, что он предпочитает своё одиночество. Да, он свободолюбивый, но он любит независимость. Он не любит входить в какие-то такие отношения, как муж и жена. Этого ему не нужно. То есть, человек наслаждается своей жизнью. Он любознательный. Он любит много читать, какую-то историю изучать. Что-то ему вот это всё интересно. Поэтому мысли сейчас, на данный момент времени, как некие воспоминания. Воспоминания о вас, воспоминания о каких-то прекрасных моментах. Да, видит вас, вот вы в девятке, вы для него девятка Пентаглий. Это очень такая ресурсная, умная. Вот на самом первом месте, да, что вы для него очень умная. Что вы много чего добились в жизни. Что у вас есть блага. Что вы можете себе много чего позволить, купить. Да, что вы красиво одеваетесь. Что у вас есть возможность себе купить то, что вы себе там хотите. И он это видит. И что вы идёте к своим целям, как в одиночестве. И он тоже вас видит, как одинокая женщина. Вот знаете, вот у него были мысли, а правильно ли он сделал, что он вас отпустил. Вот у него вот даже по сегодняшний день есть такие мысли. А правильно ли я сделал. Потому что здесь вас согревают очень тёплые воспоминания. Вот такое ощущение, как будто такие эмоции, как он ощущал с вами. И он ещё ни с кем таких эмоций у него не было. Понимаете, вот так прям сильно. Такое чувство, как будто вы душой открылись этому человеку. И он как будто не оценил вас в один момент. Да, он не оценил ту душевность, ту отзывчивость. Так, как вы к нему относились по искренности. Он это не оценил в тот момент. Сейчас явно между вами точно ничего нет. То есть карта подвешенного человека. Как будто сам решил подвесить эти отношения, эту ситуацию. Как будто сам решил уйти из этих отношений. И оставил очень болезненный след в вашей жизни, в вашем сердце. Здесь десятка жезлов. Такое ощущение, как будто в момент мужчина осознал, что нет дальнейших перспектив в этих отношениях. Как будто для него эти отношения как тяжёлая ноша. А почему? А почему такие мысли? Закрылся. Знаете, почему? Такое ощущение, как будто вы, возможно, от него пытались получить намного больше, нежели он мог вам дать на тот момент. Это касательно чувств, это касательно эмоций. Здесь идёт, знаете, эмоциональное истощение человека. Здесь идёт, как будто вас много было в его жизни. И вы хотели как будто от него намного большего. Да, потому что вы здесь королева жезлов. И вы очень много внимания хотели к себе. Человек здесь в один момент как будто устал. Устал от того, что происходит в ваших отношениях. Здесь как будто пропало взаимопонимание в один момент. И человек как будто, знаете, принял решение не завершать с вами отношения, а просто подвесить их. Просто поставить на такую паузу. Мол, стоп. Вот здесь стоп. Как будто для него это много. Он вам не доверяет. Он вам не доверяет. Возможно, вскрылся какой-то обман или нечестность с вашей стороны. Может быть, вы позволяли себе какое-то общение. Потому что здесь какая-то ревность. Ревность в вашу сторону. И здесь как будто есть какая-то нечестность. И он как будто, возможно, о чём-то узнал. Кто-то ему рассказал о вас. Но это даже, как сказать, это даже не ставит такую большую точку в его голове. Потому что всё равно вы для него звезда. Вот вы для него особенная женщина. Особенная. В том особенная, что какие-то вот такие, знаете, космические чувства к друг другу, притяжения к друг другу. Но вам тяжело с этим человеком. Во-первых, он очень гордый. Во-вторых, он очень такой закрытый. Вы понятия не имеете, что у него в голове и в каких он энергиях может быть. Человек не подпускает к себе никогда никого. Да? То есть здесь он... С ним очень трудно может быть в отношениях. Очень трудно. Но тем не менее, вы всё равно давали этому человеку шанс и не один. Всё равно вы пытались быть с этим человеком. И прощали его. И давали шанс. И хотели как-то... Да. Хотели как-то возобновлять с ним контакт. Давайте посмотрим, а хочет ли он вернуть с вами отношения. Хочет ли он вернуть с вами отношения. Ну, хочу сказать, что вы императрица для него. А если императрица, то вы особенная. Да, я повторюсь, что вы особенная женщина. И у него особенное отношение к вам. Он не хочет вам грубить. Он не хочет вам что-то там, не знаю, негативить в вашу сторону. То есть вы для него особенная. То есть то, что вы сейчас не на расстоянии, это говорит о том, что у него заново просыпается какой-то интерес. И мысли о вас, они всё-таки есть. А знаете, почему он к вам особенно относится? Потому что вы воспринимали его как очень близкого человека. Вы к нему относились с таким трепетом, как мама. Вы заботились. Вы, возможно, заботились о его здоровье, о его самочувствии. И он как будто, знаете, на тот момент этого не оценивал. На тот момент он это не воспринимал так, как воспринимает сейчас. Карта мира, она говорит о том, что да, вы на расстоянии друг от друга. Это может быть, знаете, как в километрах или в энергиях, да, на энергетическом плане. То есть вы на расстоянии. Но тем не менее человек как будто принимает какое-то решение внутри себя. Да, как будто он не может смириться с чем-то. Или не может смириться с тем, что вы очень разные. Потому что здесь может быть разница. Разница в менталитете, разница в возрасте. То есть между вами может быть какая-то разница. И он не может, с чем-то он не может смириться. И такое чувство, как будто он принимает какое-то решение. Это очень важное для него решение. Карта солнца говорит о том, что действительно в ваших отношениях были очень сильные эмоции. И он видел, насколько здесь всё было искренне. Поэтому двойка чаш говорит о том, что всё-таки он принимает решение, как бы, ну не исключая то, что эти отношения могут возродиться. Возродиться и как будто у него в мыслях есть такие вот, как бы, план какой-то. Или созревают какие-то новые чувства, новое притяжение к вам. По четвёрке жезлов, да, то есть он понимал, что с вами стабильно. Но он понимал, что вы хотите семью, что вы хотите с ним таких серьёзных, стабильных отношений, чего он не хотел. Он не хотел. Помните о том, что он выбирает свободу. И если он начал чувствовать в себе вот эти сильные чувства к вам, он сразу пропал. Он сразу сделал шаг назад. Он сразу прекратил отношения, общения. Почему? Потому что он убегает от этих чувств. Потому что он говорит, что нет-нет-нет, я выбираю свободу. Для меня важна свобода, а она хочет семью. Понимаете? То есть он почувствовал то, что вы хотите какой-то стабильности, что вы хотите прям крепких таких отношений, чего он не хочет. Он хочет видеть вас, королевой жезлов. Это женщина, с которой всегда есть вот этот огонь, с которой всегда есть вот эти такие сумасшедшие эмоции, такие вот, знаете, отношения на страсти, на притяжение, да. То есть он хочет вас видеть вот такую лёгкую, открытую, всегда в хорошем настроении. От семьи он уходит, да. То есть он уходит. Он не хочет брать ответственность. Он не хочет совместного какого-то там проживания, рождения детей. Он не хочет этого. Поэтому он почувствовал, да, что вы хотите чего-то большего, нежели он вам может дать. И, конечно же, он сделал шаг назад. Но он вас до конца не отпустил. Он как будто наблюдает за вами, чтобы вы немножечко, как знаете, спустили пар, да. Здесь вот так и говорят, чтобы он... Он хочет, чтобы вы немножечко осознали, каких отношений он хочет, а каких вы хотите. То есть он хочет, чтобы вы пришли к балансу, чтобы вы осознали всё, что вы поняли, чтобы вы предпринимали какие-то меры и не воспринимали эти отношения прям так, что вы, мол, его уже чуть ли не жена. Понимаете? То есть мужчина вам явно даёт понять, чтобы вы немножечко... К вам пришло осознание. Поэтому он сейчас на расстоянии. Поэтому у вас завершились отношения. Он не хочет серьёзных отношений. Он не хочет брать ответственность. Давайте посмотрим, есть ли чувства к вам. И какие эти чувства. Так. Есть ли чувства к вам, и какие эти чувства. Он думал, кстати, о том, чтобы вам написать. Думал о том, чтобы наладить с вами контакт. Да, здесь две карты, которые говорят о сообщении, о продвижении. Да, то есть... Ну, помните о том, что он, ну, закрытый человек. Ну, закрытый, да? Много хотелось бы вам рассказать. Он бы хотел многим поделиться. Но его закрытость не позволяет ему сделать какой-то вот первый шаг. Очень-очень закрытый человек. Чувство здесь... Чувство лёгкости. Чувство наполнения. Он бы хотел наполняться вот этими эмоциями. Он бы хотел вернуться. Да? Он бы хотел вернуться. Он бы хотел что-то поменять в ваших отношениях и улучшить. А вы уже как будто закрываетесь. А вы уже как будто в таких, знаете, энергиях борьбы. Внутренней борьбы. Вы уже как будто пытаетесь постепенно его отпускать, свои головы. Но ненадолго. Потому что этот человек как бы пытается настраивать себя опять к вам на проявление, опять на отношения, опять на первый какой-то шаг. Да, здесь карта звезды. Вот вы для него необыкновенная. Вот именно по красоте. Красота ваша, да, она для него... Это как нереальная какая-то женщина. Просто вот космическая. И у вас какая-то вот нереальная космическая связь между друг другом. Вы чувствуете друг друга. Вас тянет друг к другу. Даже если вы на расстоянии, здесь очень сильное притяжение. Ну, знаете, чувство как к родному человеку. Вот вы для него как родной человек. Красивая, хрупкая, нежная. Родной человек. Но опять же, он это всё спускает на лёгкость. Он убегает от стабильности. Он убегает. Поэтому здесь для человека вы действительно как родной такой человечек. Ну, давайте посмотрим, пауза или конец в ваших отношениях. Пауза или конец. На данный момент, на данный момент человек ограничивается, отдаляется на данный момент. Но я вижу, что здесь рыцарь-чаш. И опять вы, девятка кубков. Будут какие-то от него действия. Не могу сказать, что это конец. Нет, он до конца вас не отпустил. Здесь шестёрка, здесь проявление. Здесь на 200% здесь не конец. То есть человек вас до конца не отпустил. Это, знаете, какое-то мимолетное проявление. Это какие-то эмоции, просветление в отношениях. Всё-таки, да, его мысли, вот не просто так в раскладе выходили его мысли о том, что он просто подвесил эти отношения. Просто такая пауза. Пауза, когда вот нужно остановиться и подумать. Поэтому я вижу, что он будет делать какие-то шаги в вашу сторону. Ну, проявление здесь какое-то будет, да, от этого человека. Ну, смотрите, двойка-чаш. Ну, на 100%, да, будет дан шанс восстановить эти отношения и улучшить. Поэтому, мои дорогие, да, не переживайте, если вы находитесь сейчас в таких энергиях переживания, страдания, да. Ну, не нужно. Пройдите эту трансформацию и не торопите время. Человек думает о вас. Невозможно забыть человека, с кем были такие очень приятные эмоции. Это просто невозможно. А у него были эти эмоции. Поэтому так просто вас забыть, ну, просто нереально. Вот такой у нас сегодня получился расклад. Обязательно напишите ваши отзывы в комментариях, ваши истории, с кем и как проигрывается данный расклад. Мне будет очень интересно почитать. Я желаю вам благополучия, радости, всех благ. С вами была я, Мила. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok